Семья Максима живет в городе Весенопаде. Чтобы восстановить подвижность рог, нужна операция с применением жидкого азота. 12-летний девочек живет серьезными диагнозами, обладая радиоистой СТ, а после ежедневности, мы еще и убили все. Благотворительный фонд «Родная» по традиции объединил неравнодушных людей на вечере добрые сердца. Основная задача этого красивого события – сбор средств для оплаты дорогостоящих лекарств, медицинской техники или реабилитационных процедур для детей, которые в этом нуждаются. Сегодня на вечере мы планируем собрать максимальное количество средств для того, чтобы их адресно отправить больным детям. Когда хорошо, это хорошо, что есть благотворители, а когда трудно, то еще лучше, когда они появляются. Потому что в трудные времена это, в общем-то, даже какой-то подвиг. И это осознание зрелости общества, в котором мы с вами живем, и понимание того, что мы можем чем-то жертвовать во имя каких-то высоких целей и добрых дел. Наверное, вот та десятина, которая всегда на Руси была, которую нужно было отдавать на благотворительность, я считаю, что это должно быть правилом жизни, наверное, у каждого. В наше время хочется какое-то тепло давать тем людям, детям, главное детям, чтобы жизнь у них была все-таки лучше, приятнее. А для этого нужны средства. Я благодарна фонду родная, что они продолжают собирать гостей и собирать то пожертвование, которое необходимо этим детям для здоровья здесь и сейчас. Искренне объединяться во имя добра и делать это с радостью – такой должна быть настоящая благотворительность. Среди гостей вечера и давние друзья фонда, и, что особенно приятно, новые лица. За всей этой красотой и светскостью – реальные судьбы семей, которые живут среди нас. Мне очень нравится, что в этом фонде всегда можно найти того ребенка, которому действительно можно оказать помощь и увидеть то, как оно подействовало. Тронула одна история. Мальчик болел лейкоз, то есть нужны были деньги для пересадки костного мозга. Нашли донора, и все это благодаря фонду родная, то есть ребенку помогли. Давно, я с 14-го года знаком с этим фондом. Помогали детям, которые болеют раком. Не все дети с летальным исходом, многие выздоравливают. Мы помогаем детским домам, домам малютки. Трогают брошенные детки одни, маленькие совсем, новорожденные. Меня очень тронула история девочки, для которой мы организовывали когда-то благотворительный концерт. И наши детки танцевали для того, чтобы собрать деньги для девочки. Девочку звали София, если я правильно помню. Для детей мы сказали, что мы собираем деньги на велосипед, для того, чтобы она могла кататься. Но на самом деле, благодаря операции девочка смогла ходить. С Натальей Александровной у нас много было добрых дел. Участвуем всегда на таких вечерах. Мы просто получаем удовольствие от общения со многими здесь людьми, которые не жалеют каких-то средств на благие дела, помощь в настоящее время этим детям. Это должно быть, наверное, что-то в душе, чтобы был какой-то порыв, позыв помогать тем, кто нуждается. Чтобы это было не просто для того, чтобы вот я помогал. Об этом кричать не надо, помогайте, но в то же время, если вы считаете, что об этом нужно рассказать, чтобы донести до человека, мне кажется, это самое лучшее. Добро нести детям – это самое главное, потому что дети – это наше будущее, они должны быть здоровыми. Каждая история, она, конечно, трогает по-своему. И удивительно, и замечательно, что всегда, даже если где-то бывает так, что не удается собрать нужную сумму на вечере, те люди, которые участвуют в нем, всегда оказывают поддержку за его рамками. И главная задача таких мероприятий – она не просто помочь этим ребятам, она вообще привить культуру благотворительности нашему замечательному городу. Еще одна добрая традиция – модный показ с участием известных общественниц в качестве моделей. Они представили элегантную черно-белую коллекцию от дома моды «Фортуна». Ну и, конечно же, вечер «Добрые сердца» был бы не похож сам на себя, если бы не концерт с участием известных персон региона. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И создали авторскую песню, которая рассказывает о том, что Челябинская область – это край миллиона счастливых семей. Надеемся, что когда-нибудь это станет гимном счастливых семей Челябинской области. Дети, это отступ, в миг покоя краткий, Богу у кроватки трепетный обед. Дети, это мира нежные загадки, И в самих загадках кроется ответ. Мне, конечно, близка поэзия Марины Цветаевой, и стихотворение очень мягкое, очень такое философское о детстве, о доброте. Нам всем нужна гармония, и мне кажется, что это стихотворение, оно вот такое лёгкое, душевное, мягкое. В качестве выступающей на сцене первый раз я сдержала своё слово перед Александровной Пасковой, с тем, что я всё-таки выйду на сцену, и, наверное, настало время сдержать своё обещание. Я войду в радость дня в плотных селе, И скажу, вот и я, здравствуй, пи. Хам, пропая мне Новую песню от ладо. Хам, не пройдёт мне Лучистый, заблущий и славный. И как ты готовишь пульсать, только дать, А я ей, как нет, и красив, Люжи. О-о-о-о, Люжи. Самый юный участник выступления также не смог остаться равнодушным к теме помощи тяжелобольным ребятам. Им трудно и больно. Я буду выступать, если меня ещё раз позовут. Благотворительность – признак цивилизованного общества. Кто-то творит добро анонимно, а кто-то рассказывает о своих добрых делах публично, вовлекая в эту тему других людей. И это очень здорово, что среди нас есть те, кто помогает, и те, кто всех объединяет.